Сегодня проект уже живет третий год, он достаточно активно развивается, и поэтому вот такие рабочие встречи, встречи в формате обсуждения проблем, постановки новых целей, они являются уже традиционными, конечно. Но с другой стороны, как и любой проект, тем более в сфере туризма, он требует постоянного обновления, постоянного апгрейда, постановки новых задач, поиска новых решений, потому что все-таки туризм – это та сфера, где невозможно почивать на ваврах. Она, во-первых, конкурентна, во-вторых, она, конечно, связана с постоянно обновляющимися запросами клиентов. Проект живет в этом году, количество туроператоров, которые в нем участвуют, больше, чем в 2017. Мы подбираемся к сотне круглой цифры, сегодня 96 туроператоров уже участвуют в проекте, и более 500 маршрутов во всех 11 субъектах Северо-Западного федерального округа. Ну, это, безусловно, вроде бы очень солидные цифры, но на самом деле речь не только о цифрах, речь, наверное, о том, что совместными усилиями все регионы Северо-Запада сегодня предлагают продукты на туристическом рынке, которые, ну, скажем так, не связаны только со своим субъектом. Например, мы можем сказать о том, что вот компания из Калининграда сегодня очень успешно продает туры для наших вагодских, череповецких, вообще областных туристов в Калининград. Наши компании, успешно сотрудничая с компаниями Карелии, Санкт-Петербурга, Коми, Архангельской области, продают межрегиональные туристические маршруты. Встреча проходит в конце года, поэтому, ну, конечно, мы говорим о том, что было сделано в 2018 году, каким образом проект был представлен на крупнейших федеральных туристических площадках. Ну, в частности, мы один из очень немногих вот таких вот комплексных, серьезных проектов, который позиционирует себя именно как единый туристический проект под единым брендом «Зеребряное оживелье». Но если вспомнить не так давно осенью, проходившую в Москве крупнейшую ярмарку-выставку «Отдых-2018», то проект «Зеребряное оживелье» был представлен единым пулом. Все 11 субъектов под одним брендом, под одной символикой, в одной стилистике. Это, конечно, сразу привлекает внимание. Конечно, проект ставит перед собой новые задачи. Конечно, нам хочется, чтобы мы постоянно предлагали на рынке новые туристические продукты, связанные как с устоявшимися брендами, ну, например, для Варгутской области это традиционно, да, Дед Мороз, так и новыми, которые появляются в регионах. Конечно, мы говорим о том, что интересные новые формы нужны не только туристам, не нужны не только туроператорам, но они нужны и тем, кто профессионально занимается организацией сферы туризма. Ну, вот в прошлом году у нас был, у нас в регионе, был интересный опыт. В прошлом году, я имею в виду, этим летом, с точки зрения прошлого сезона уже, да, летнего, мы попробовали провести первую профильную смену для школьников, студентов, тех, кто хочет себя пробовать в индустрии туризма. Сейчас мы предлагаем расширить этот опыт и провести уже в следующем году, летом 2019 года, межрегиональную профильную туристскую смену на одной из туристических баз, загородных лагерей северо-западного округа и пригласить туда тех ребят, ту молодежь, которая готова участвовать в развитии туризма в разных ролях, гидами, ательерами, сопровождающими. Потому что вот сегодня туризм, это все знают, одна из самых финансовоемких сфер, да, и рубль, вложенный в туризм, дает отдачу в несколько раз выше. Кроме того, одно создаваемое место в туризме, оно тянет за собой, вот как говорят экономисты, 11 рабочих мест в других отраслях. Поэтому встреча на Вологодской земле, это уже встреча единомышленников, встреча профессионалов, ну и в общем-то это действительное подведение итогов этого года и постановка задач на будущее. И сегодня в рамках диалогового мероприятия, в рамках круглого стола будет подписано соглашение между Ассоциацией Серебряное ожерелье и сообществом профессиональных блогеров Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что с помощью ребят, которые профессионально работают в сетях, профессионально ездят по субъектам и имеют свой зачастую необычный взгляд, потому что оно все-таки это особый вид, да, такой информационного пространства, очень интересный. Мы получим еще одну возможность представить Серебряное ожерелье по-новому, может быть, с какой-то и критичной стороны, потому что мы не хотим каких-то победных реляций или гламурных картинок. Мы хотим, чтобы люди видели действительно и те достоинства, и те тайны, загадки, но организаторы и те недостатки, которые есть в таком большом деле.